Украина вводит режим повышенной готовности на всей территории страны. В Донецкой и Луганской областях введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято правительством для полной координации всех органов власти и обеспечения безопасности граждан и защиты населения. Также на специальный режим обеспечения безопасности и обороноспособность региона переходит и Днепропетровская область. В Харькове все силовые структуры были переведены в режим повышенной готовности. Там же введен ужесточенный режим мониторинга ситуации. Государственная пограничная служба Украины Она обратилась сегодня к населению с просьбой сообщать об обнаружении угроз. В частности, как отметили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, если во время путешествия в пунктах пропуска на государственной границе или вблизи дислокации пограничных подразделений покажутся подозрительными предметы и вещи, оставленные без присмотра, а также вызовут подозрения лица, следует поставить об этом в известность представителей пограничного ведомства. Все эти меры предпринимаются с целью недопущения дестабилизации ситуации в Украине со стороны террористически настроенных лиц и диверсионных групп. Телефон горячей линии Государственной пограничной службы Украины 044-527-6363. Прекращение борьбы за Донбасс может привести к потере других областей Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявила боец АТО Амина Акуева. Она считает, что прежде всего под угрозой находятся Одесса и Харьков. Наши солдаты, наши герои героически сдерживают их там, сдерживают оккупантов именно на Востоке. Если мы сейчас оставим эти позиции там, то они завтра окажутся в Харькове, они окажутся в Одессе и в других городах, которые лежат в сфере их интересов. Амина Акуева отметила, что в этот тяжелый период важно объединиться и не сдавать своих позиций. Ни в коем случае нельзя поддаваться панике, нельзя как-то затаиваться, то есть нельзя показать то, что мы этого как-то боимся, то, что их цель нас запугать и нас сломить. В Одессе задержаны трое офицеров милиции. Правоохранители подозревают в организации преступной схемы. Взяли милиционеров во время получения взятки в 52 тысячи гривен. Такова была цена за прекращение дела, связанного с наркотиками. Кроме них в уголовной истории замешана еще и проституция. Сотрудники СБУ и прокуратуры обыскивают авто милиционеров. На заднем сидении находят пакет внутри 52 тысячи гривен. Изъятая сумма – это взятка. Ее, по данным следствия, требовали с Одессита трое правоохранителей. Один из уголовного розыска, двое – борцы с оборотом наркотиков. Милиционеры от имени девушки знакомились в интернете с мужчинами. Жертву приглашали развлечься при одном условии – с собой нужно принести наркотики. Угрозами и шантажом к схеме привлекли бывшую проститутку. Она встречала клиента. За углом его уже ждали милиционеры. С указанной девушкой сотрудники милиции проводили подробный инструктаж. А именно указывалось время, место, где она должна была встретить молодого человека. Деньги правоохранители брали за то, чтобы не начинать уголовного производства. Сколько раз они провернули аферу – пока неизвестно. Признавать вину задержанные не хотят. Все трое сейчас под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Александр Полуев, Константин Гак, 7 канал. Вновь конфликты, вновь на степовой 30. Напомним, во дворе дома по этому адресу ведется строительство электроподстанции, против которого выступают жители двора. Сегодня утром произошло очередное обострение конфликта. В него вмешались представители Одесского правового сектора и Совет общественной безопасности. Едва не произошла массовая драка, когда жильцы дома номер 30 попытались помешать рабочим выкопать траншею для прокладки кабеля к будущей подстанции. Во дворе на степовой 30 множество мужчин в камуфляже и в гражданском. Тут и правый сектор, и Совет общественной безопасности. И все едва не передрались между собой. Все они, так или иначе, принимают участие в конфликте вокруг строительства подстанции по этому адресу. В траншею посреди двора стоят двое местных жителей. Борис Евстафьевич и Нина Андреевна попытались помешать рабочим, которые рыли траншею для прокладки кабеля к зданию будущей подстанции. Говорят, одна из групп общественников камуфляжа заняла сторону строителей. Я спустился сюда, начали меня, вот так сказать, женщину начали толкать с ребенком. Я не знаю, кто они, бандиты, кто они, кто они, кто эти люди здесь. Мы им просим, предъявите документы. Никаких документов не предъявляют. Что они здесь делают? Они мне что, бог здесь подкладывают? Вы им мешаете выполнению работ. Покажите разрешение на выполнение этих работ. Он сегодня пригнал. Вот ребята Жуковского, 36. Они нас отодвинули и продолжают копать. Понимаете? Копать яму, чтобы прокладывать высоковольтный кабель. Для чего? Если подстанции здесь не может быть. Светлана тоже живет в этом дворе. Она выступает против строительства подстанции. Говорит, она строится слишком близко к жилому дому. Да и с документами не все в порядке. При строительстве этой электроподстанции у него нету ни начальных документов разрешительных настроений, ни проекта на данную электроподстанцию, потому что нарушены все нормы. Понимаете, главная норма строительная ДБН, она неизменна была во все времена. Она не меняется. Это расстояние от электроподстанции до окна жилого дома минимально допустимо 10 метров. Вы можете посмотреть, тут нету 5 метров. Совет общественной безопасности, организация, чьи люди принимали участие в утреннем конфликте между строителями и жильцами, свое присутствие объяснил следующим образом. Мы обеспечили общественный порядок, они охраняли. Скажем, заранее обратились с просьбой обеспечения? Ну, Шевченковский райотдел милиции, да, позвонил, попросил оказать помощь для, ну, обеспечить общественный порядок, потому что здесь предполагалось, что активисты есть и так далее, люди. Ну, то есть мы ориентируемся, знаем и так далее. То есть с этой целью нас пригласили. Еще позже появляется и один из собственников здания, где планируют разместить подстанцию Дмитрий Френкель. Говорит, часть людей, толпящихся во дворе, привел он, чтобы строителям не мешали работать. Что это за тетушки? Это не тетушки. А кто это такие? Это мои люди. А с документами якобы все в порядке. Да и само помещение пристроено к 28 номеру по степовой, а не к 30. Как неотъемлемая часть, о чем я вам показываю те паспорт, который сделан на это помещение. Отвод земли, пожалуйста. Уважаемые господа, отвод земли, поскольку в здании несколько собственников, и оно считается стройно пристроенным. Не предусмотрен. Вот так вот можно пристроить и не надо отвод земли, это встроено пристроенное. Да, он сказал, да, ему не надо. Все пишут, все инспекции, что отвод земли не выдавал, а ему не надо. Какая дата? Это техпаспорт. У вас запрещено копать кабель. У вас нет документов, которые позволяют копать кабель. Помещение, помещение о том, что мне дома запрещено. Жильцы отмечают, на техпаспорте нет даты. И хотя столкновение сторон удалось избежать, участники конфликта остаются на своих позициях. Собственники здания, где хотят разместить подстанцию, говорят все законно. Соседи же заявляют, они категорически против размещения у них под окнами энергетического сооружения. На чьей стороне правда должен решить суд, куда обратились в стороны конфликта. Небольшое нововведение в миграционной службе. Отныне получить загранпаспорт можно более комфортным способом. Чтобы не выставить огромные очереди, гражданам Украины предлагают изначально записываться на прием. Сделать это можно, позвонив по телефону, который вы видите на своих экранах. 048 705 3153. Вам перезвонят и назначат время и день встречи. Система только вступила в действие, пока еще не все желающие об этом знают. Это должно упростить систему получения загранпаспортов и избавить миграционную службу от огромных очередей. Телефон дали, сказали записываться по телефону. И вот такая будет очередь. Вызывают по списку, по телефону записался, по фамилии вызывают. Выходит и вызывает по фамилии. Ну да, они предупредили. Да, они говорят, какое время надо звонить. То есть кто дозвонился в пятницу, это нововведение. Это они дозвонились в пятницу, и все попали сегодня. Они же и бегущая строка там в каких-то были каналах, и бегущая строка, и номер телефона, и говорили, объявляли. Просто не все об этом еще знают. А как вы считаете, удобнее? Удобнее по записям, потому что люди, я, например, с области. Я еще с пятницы здесь. Я позвонила, все, я знаю, что я сегодня на 10 часов точно. Помогите многодетной маме. Ее младший сын нуждается в экстренной операции по удалению селезенки. У четырехлетнего Игоря целый букет заболеваний. Он перенес менингит. Начались осложнения, вызвавшие варикозное расширение в пищеводе и увеличение селезенки. Она стала больше в два раза и может лопнуть в любой момент. Мать воспитывает четверых детей сама. Папа семью оставил. Сводить концы с концами помогала бабушка, но сейчас средства на исходе. На операцию и последующую реабилитацию необходимо около 100 тысяч гривен. У мальчика есть шансы стать полноценным здоровым ребенком. Подробности у Татьяны Милимко. Игорь – жизнерадостный и вежливый мальчик. Совсем скоро, 7 февраля, ему исполнится 4. Он ждет свой праздник и верит в чудо. Игорь очень любит, когда к нему приходят гости. Сразу после рождения Игореша переболел менингитом. Врачи не давали никаких шансов, что он будет ходить. Цинично называли овощем. А он вон какой. Шаг за шагом борется за свою жизнь с недугами. И пока побеждает. Мама Игоря, Зинаида, помогает сделать малышу каждый новый шаг. Но болезни не отступают. У нас гидроцефалия, варикозное расширение вен пищевода. У нас сильно увеличена селезенка. Что ее надо, скорее всего, что сказали, что надо будет удалять. Не ходит он. Ну, только на руках. Я все время на руках его ношу. Куда-то едем в коляске. Ну, держится, конечно, вот так ходит. А сам он не стоит на ножках. Из-за того, что живот большой, сильно голова большая, ножки слабые, не ходит. Согласно последнему диагнозу, селезенку надо удалять. За полгода она выросла на 20 миллиметров. Должна быть 65, а она у него 136. То есть она в два раза у него увеличена. На днях врачи должны подготовить документы и направление на операцию. Ее могут сделать в Киеве. Но необходимо около 100 тысяч гривен. После удаления селезенки ребенку понадобится длительная реабилитация. Затем массажи, чтобы он мог ходить и говорить лучше. Сейчас какие-либо процедуры по развитию речи и опорно-двигательного аппарата Игорю противопоказаны. Пока они вызывают судороги. Собрать необходимую сумму одинокая многодетная мама, которая находится в декрете, не может. Она сдала свою квартиру, переехала в однокомнатную к маме и влезла в кредиты. Просить денег стесняется. Но другого выхода нет. Пожалуйста, помогите, кто может. Да, зайчик. Мальчик. Чтобы не пришли наши труды зря. Потому что не боятся, чтобы селезенка не лопала. Потому что зина такая большая, селезенка. Чтобы она не лопала и не пошла все зря. Да, сумочка. Не, мама не будет плакать. Слабости поплакать мама Зина себе не позволяет. Сразу срабатывает цепная реакция. Игорь тоже начинает реветь. Отвлекает малыша от грустной реальности музыка. Слышит мелодию и успокаивается. Игорь любит танцевать. Как ты танцуешь? Да, танцуюсь. Булочек, мама. А вот единственный мамин помощник. 13-летний Дима. Старший сын. Он и смотрит за сестричками и близняшками, и с Игорем сидит. Иногда приходится пропускать школу, но просит педагогов. Не относиться к прогулам строго. Без него было бы еще сложнее. Я за ними смотрю каждый день. Помогаю. Хожу по магазинам. Чтобы уже было все нормально у нас. Никто не болел. Я их очень люблю. Если вы хотите и можете помочь семье, на экране есть номер маминой карточки и ее номер телефона. Любая гривна может спасти жизнь ребенку. А шансы на выздоровление у Игоря велики. У этого маленького, но очень сильного и воспитанного мальчика. Спасибо. Татьяна Милимко, Алексей Барановский. Седьмой канал. Врачи областного онкологического диспансера призывают всех пройти обследование. На наличие злокачественных образований. Чем раньше обнаружится болезнь, тем легче с ней будет справиться. В Одесской области на учете в онкологическом диспансере состоит 71 тысяча человек. Больше всего страдают от рака кожи. Самая большая проблема – это ранняя диагностика. Чем раньше мы диагностировали злокачественные образования, тем менее калечащие будут операции, тем меньше средств, тем меньше финансирования уйдет на лечение данной патологии. Накануне в Одессе прошла акция «Я киборг» из Донецкого аэропорта. Мероприятие началось с минуты молчания в памяти о погибших мирных жителях при обстреле Мариуполя. В патриотической акции также приняли участие оркестры военно-морского флота Украины и МВД. «Я киборг» «Я киборг» «Я киборг» «Я киборг» Проходила акция у входа в Международный аэропорт Одессы. Десятки людей пришли с флагами, свечами и плакатами с надписями «Я Мариуполь», «Я Донбасс» и «Я киборг». Русскоязычных в Украине убивает Путин. Инициатором акции стал наш канал. «Я невероятно благодарна каждому, кто пришел и решил присоединиться к этой мирной акции, в поддержку наших солдат, в поддержку тех, кто защищает сейчас территориальную целостность великого государства. Настроение, естественно, не может быть радостным из-за того, что в стране объявлен траур, ежедневно гибнут люди». «Каждая такая акция – это, мы надеемся, маленький шаг к тому, что прекратится все это безобразие у нас в стране. Мы даже себе не представляем, чтобы кто-то сюда пришел и что-то нам навязывал, потому что мы у себя дома находимся». На этом активность одесситов не закончилась. После акции «Я киборг» участники поехали к консульству России. Под здание они принесли символический гроб Путина и венки. «Посвящается Путину. Ему и принесла на гроб сложить. Надеюсь, сегодня это получится сделать». «В итоге мы надеемся прийти, что все граждане Российской Федерации последуют нашему примеру. И все граждане Украины, находящиеся в данный момент на территории Российской Федерации, купили бы по веночку маленькому и принесли к кремлевской стене». «Я единственное прошу, Россия, ты что оглохла, ты что ослепла, ты что не видишь или нету сетей, в которые можно, если вас там зомбировали, это вас не спасает. Это с вашей молчаливой, согласие с вашего молчаливого, расстреливают наших мирных людей». «Путин венцовый! Путин 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 в ярмарку и собирают средства для поддержки бойцов на передовой и в военном госпитале. Одновременно с сотнями людей в аэропорту они развернули плакаты со словами поддержки украинским солдатам и жителям Мариуполя, где накануне произошла трагедия. Также группа «Дружая музыка» исполнила песню «Молитва», которую они посвятили всем военным, защищающим Украину в зоне АТО. Песня «Молитва» народилась, скажем так, как ответ, как защит на то, что происходит сейчас война, на то, что те люди, которые сейчас воюют, защищают нас, наши кордоны, они потребуют этого защитства. Именно поэтому эта песня написана в первую очередь для них. А вечно молодой по таким названиям в Одессе открылась художественная выставка Георгия Аделеева. Посвящена она 55-летию самого народного артиста Украины. На экспозиции побывала Ирина Стрибко. Талантливый человек, талантлив во всем. Сейчас мы находимся на художественной выставке основателя театра «Маски», художника, режиссера, актера и просто уникальной личности Георгия Аделеева. Народный артист Украины с детства любил рисовать. После школы поступил в Одесский инженерно-строительный институт на архитектурный факультет. Будучи еще студентом, увлекся театром. В итоге Георгий Аделеев стал не только потрясающим артистом, но и талантливым художником. Признается, когда начали проходить выставки и продаваться картины, артист понял, что рисование не просто хобби, а профессия. Бывает такое, что говорит, вот подари какому-нибудь олигарху какую-то картину, у него день рождения. Я не дарю, а может ему не надо, зачем? Ему зачем это? Но бывает такое, что приходит и говорит, мне так нравится эта картина, я влюблен в эту картину. Я там все, он там говорит, и там проходит время. Потом я раз на день рождения ему дарю человеку эту картину. Такое счастье испытывает этот человек. Я понимаю, вот это вот настоящая радость. На выставке «Вечно молодой» представлены совершенно новые картины. В основном работы выполнены в манере экспериментального письма разными техниками. Художник рисует маслом, акрилом, акварелью, тушью и пастелью. В этой экспозиции очень много неба и очень много каких-то светлых тонов, которые, ну как мне говорят, что мы очень давно дружим с Делиевым, наверное, еще с 77-го года, еще с прошлого тысячелетия. И у меня такое ощущение, что мой друг счастлив. Вот, я очень рад за него. Вдохновляющей музой для художника является его жена Екатерина. Недавно супруги оставили шумный город и переехали в загородный дом в Сухой Лиман. Вдали от цивилизации, в тихой обстановке и родились новые картины. Благодаря тому, что там огромная мастерская, светлая, там это на третьем этаже, большая такая, она пустая совершенно. Я никому не позволяю туда приносить, заставлять какие-то предметами мебелью. Там только вот то, что для живописи. И все. Одна из самых запоминающих картин – автопортрет артиста. Она получила название «Маска». Гости выставки и истинные ценители искусства говорят, что это не просто полотно, а настоящий взрыв эмоций. Это было по фотографии сделано в Мексике. Почему именно это выражение? Мне хотелось, потому что я не часто испытываю это состояние злости. Это же очень яркая эмоция. Но она важна, она присутствует в нас всех. И мне она интересна. Я хотел познать это. Данная выставка многих поразила. Некоторые увидели картин артиста впервые. Если поклонники знали его как прекрасного режиссера, актера и музыканта, то на экспозиции они открыли для себя совершенно нового Делиева. Вы знаете, я первый раз на этой выставке. Почему? Потому что я вообще из Донецка. Я с сентября месяца как в Одессе, и поэтому для меня это первое, это для меня открытие. И очень интересно. Вокруг него много людей общаются. Много друзей я смотрю. Много камер, много журналистов. Я думаю, может быть, мы с ним познакомимся, но туда уже попозже, когда он будет более свободен к общению. Георгий Делиев пребывает в прекрасной форме и говорит, что 55 – это только цифра. Он много работает, творит и не перестает удивлять своих поклонников. Ирина Стрябко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Один мужчина погиб, один пострадал. Следствие возгорания 2-го и 3-го этажа плоразрушенного отеленного дома по улице Куйбышева, 23-25. В доме горели строительные конструкции и мусор на общей площади 60 квадратных метров. Причина пожара и смерти мужчины устанавливается. Были прогары на крышу, был подан ствол на тушение второго этажа и ствол на разборку и тушение крыши. По месту вызова была вызвана судмедэкспертиза. Вследствие оперативных действий караула пожар в кратчайшее время был ликвидирован. По адресу Ришельевская, 45, также вспыхнул пожар. На первом этаже под лестницей пятиэтажного жилого дома горел мусор на площади 10 квадратных метров. Из-за этого произошло задымление квартир. Жители дома, в том числе и трехлетнего ребенка, эвакуировали спасатели. Вошел в квартиру, дышать уже нечем. Открыл окно на кухне. Там начали вызывать пожарников, скорую. Внука три годика и дочери 30 лет. Вывели их оттуда без последствий, без всяких. Все нормально, сработали оперативно. Из-за горячих материалов и едкого дыма подъезд был заполнил дымом, что не давало возможности жильцам самостоятельно покинуть здание. Поэтому было принято решение по автолестнице, прислоненной с верхних этажей, проводить эвакуацию жителей. На месте возгорания работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и 15 спасателей. Причина пожара устанавливается. На этом я с вами прощаюсь. Сохраняйте спокойствие и будьте в курсе всех последних событий на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин